Всем приветик, с вами Юмилия, будем смотреть новый видосик с канала Мирби, Пауки, История, Сестрой 3. Как вы относитесь к паукам? Пишите в комментариях. Если честно, я их немножко побаиваюсь, но если они прям маленькие, то просто стараюсь избегать, но какого-то страха к ним не испытываю. Го, смотрите. Что как, народ? Ну что? Приветик. Отметили Новый год? Эм... И как оно? Нормально? Уже как два месяца назад. Ага, ага. О боже, тебя съел крокодил? Блин, блинский! Ребята, я нечасто это говорю, но давайте поосторожнее. Ну что ж, так как наступила зима, я сделаю... Историй про пауков, которые были летом? Ну, как бы уже и зима заканчивается. Стоп, когда этот ролик был выпущен? А, тут не пишет. Глупо то, что теперь не пишут дату выхода ролика. Она вроде высвечивается где-то вот тут вот в первые пару дней, а потом всё, её нет. Ну вот так вот? А что ожидали? Да, я собирался делать выпуск про зимние истории. Но, видимо, не сделаю! Ну, блин! Зато я решил совместить темы пауков с историями сестрой, потому что каждый раз, когда я начинал думать над темой с пауками, я понимал то, что все они связаны с моей сестрой. Боже, какая ты маленькая! Я тебя ведь зарежу. Так что, держите! Погнали! Так, вот так вот себе сделаю. Вот это я крутая! А я? Нет. Ладно. И перед тем, как я расскажу историю, я хотел бы сказать, что... Чтобы вы понимали, насколько сильно мы боимся пауков, мы... Это Казахстан? Казахстан, да? Мы боимся пауков в Майнкрафте. Это пиздец. А потом какой-то гений реш... Сейчас, наверное, странно прозвучит из моих уст, но он действительно криповый. Чело то, что будет классная идея добавить им такие звуки. Поэтому... Женя, ты роешь там шахту или нет? Я скоро приду. Так, посмотреть боязнь пауков это одна из самых бессмысленных боязней вообще. Ведь из всех моих страхов по типу боязнь смерти, боязнь высоты, боязнь какой-либо травмы. Пауки выглядят очень смешно. Привет, я Смерть. Я могу убить человека просто потому, что он споткнется. Я боязнь потерять близких. Некоторые после меня не видят смысла жить. Я паук. И что ты делаешь? Я ухожу. Я с собой. Ребят, вы чего? Ты тоже прикол не поняла? Я как-то тоже приколтаюсь, особо этот не понял. В принципе, нормально все. Ой. Ну, несмотря на незначительность этой боязни, у нас с Настей она возведена в абсолют. Настолько, что в первой истории мы испугались просто картинки. Жаня, Настя, я ухожу. Пока. О, боже, я знаю этот тон, что мы натурили. Ты думаешь, я веду список? И так, вчера мы сломали подушку. А подушку можете сломать? Два синтезатора. У нас есть синтезаторы? Один. Цветок. И все. И я просто хотела напомнить то, что вы не прочитали ту книгу, которую вам давали в садике. Что, мы сломали второй синтезатор? А у нас был первый? Просто посмотрим картинки. Да, мы просто посмотрим картинки. Хочется добавить то, что все картинки в этой энциклопедии были нереально реалистичными. Как живой? Ну, сука, не живой. Мы пролистали ровно всю энциклопедию, и паук был на самой последней. Это был Тарампул. И в тот момент наше сердце сказало что-то вроде... Валим, 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 валим на гереке. Серьезные ребята с зари в кожанке. Кринге. После чего мы отпрыгали от этой книги и не могли подойти к ней еще минут 10. И в конце концов кто-то из нас просто закрыл ее ногой. Наверное, это был я. Типа, я... Ну, я все-таки защитник. Ее закрыла Настя. Следующая история начинается с того, что моя мама работала в магазине игрушек. И она решила купить игрушки в сад родителям Насти. Стоп, стоп, стоп. Ты работала в магазине игрушек? Ну, да. А я что, совершенно легкий, что ли? Это были резервные игрушки животных и насекомых. А также там был этот баук. О, какой-то он... На тюлене, что ли, немножко похож. С которым из... Моя сестра коллекционировала подобные игрушки только с динозаврами. Как-то раз я пришел к Насте в гости и... Настя, привет. Привет. Дом 2? Ты смотришь дом 2? Нет. Дело в том, что... Наш пульт... Под диваном. И что? Там тот самый паук. Она испугалась игрушечного паука. Он игрушечного? Ты даже не настоящий. После этого я просто взял и достал пульт из-под дивана. Настя, здесь главное не паниковать. У меня есть классный шлем. Он отпугивает тауру пауков. Правда? Смотри. Паук, слышишь? Я в шлеме от пауков. Нет, только не шлем. Ты слышала? В итоге я решил, что... Что? Это должна сделать ты. Что? Стоп, что? После чего Настя достала этот пульт. Конец. На самом деле, мы просто сидели и ждали, пока кто-то из нас это не сделает. И сделала это Настя. Я все более может рассказать историю, не правда ли? Вот такие вот две глупые истории, которые показывают абсурд нашей боязни. И это правда. Ну а теперь ваша очередь. Надеюсь, вы поставите лайк и подписывайтесь на канал. Просто так. Почему нет? Ну и вообще, я не хотела бы, конечно, акцентрировать на этом свое внимание, но... У меня завтра день рождения! День рождения! Какие пёзы, так сказать. Я, кстати, да, видела, он там вот эти сторисы выкладывал с прошедшим. Не забывайте то, что самый лучший подарок для ютубера это ваши активные... Лайк и подписка, да? Так, 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 так. Хопа. Так что лайк, подписка, колокольчик. Бойчик, бойчик. Ой. А еще это, кстати, ответ ньюфагам. Что же значит цифра 22 на моей кофте? Это мой день рождения. Который завтра. Так что, знайте. Надеюсь, вам понравилось. Да! Пока! Пока! Каннебал! Каннебал! Я, Майла Чейдрог, это каннебал! Я, Майла Чейдрог, трог, каннебал! Неплохо. Честно, неплохая концовка. И сам ролик очень классный. У меня была одна очень абсурдная история с пауками. Я тоже всегда их боялась. Но у меня не было такого, что я их убивала. Я всегда пыталась как-то их взять куда-нибудь там на бумажечку, на газетку. Хоть на что-то. Или в бутылку засунуть и выкинуть куда-нибудь в подъезд. И вот был один такой момент, когда я хотела помочь одному пауку выбраться из нашего дома. Обычно, ну, в большинстве случаев это делала не я. Вытаскивала пауков. Либо мама, либо бабушка, либо папа. И когда я съехалась с Русей, это начал делать Рустем. Хотя он тоже боится пауков. Но тут я решила, что я взрослая и должна сама разобраться с этой проблемой. Я начала вытаскивать паука. Блин, это, наверное, очень жестоко просвучит. Если вы любите пауков, лучше не слушайте. И случайно, когда пыталась его газеткой как-то подобрать, я ему лапки повредила две. Поэтому лучше в следующий раз Рустема позову. Хотя он тоже боится пауков, как я и говорила ранее. В общем, а с вами, как всегда, была ваша Юмилия. Большое спасибо за просмотр. Ждем новых роликов в Мирби. Всех целую. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok